Елена Хомич. Настольная книга активного пенсионера. Настоящая жизнь только начинается. Читает Анастасия Болотина. Введение. Вот и постучалась в окна пожелтевшими ветками осень вашей жизни. Как она сложится после выхода на заслуженный отдых? Сознательно или неосознанно каждый человек в этом возрасте задается таким вопросом. И многие, пытаясь ответить на него искренне и непредвзято, не находят жизнеутверждающих аргументов. Сужение круга общения, накопившиеся болячки, непонимающие вас и потому раздражающие родственники или глухое одиночество с единственными развлечениями, сплетнями на скамейке возле подъезда и обсуждением самочувствия в поликлинике. Порой даже работа начинает казаться чем-то привлекательным, ведь многим она когда-то на 100% заменяла светскую жизнь. Никогда не думайте о подобных перспективах. Мысли, окрашенные в серо-черный негатив, могут понизить настроение до нулевой отметки. Поверьте, сейчас наступает один из лучших периодов в вашей жизни, ведь вы теперь ни от кого и ни от чего не зависите. Сами выбираете вид любимого занятия, определяете для него наиболее удобное для вас время и оптимальный режим. Кроме того, в ваши годы вы располагаете бесценным жизненным опытом, который еще не доступен более молодым людям. Имея в активе эти три составляющие, время, возможность и опыт, вы можете сделать для себя и своих близких очень и очень многое. Было бы желание. Займитесь тем, что и прежде влекло вас, но на что постоянно не хватало времени. Разведением цветов на даче, обустройством собственного дома, фитнес-тренировками, рыбалкой, рукоделием, наконец. Вы можете путешествовать и заводить новые знакомства, причем как в реальности, так и на экране гаджета. И не надо предвзято относиться к компьютеру вообще и к интернет-знакомствам в частности, ведь современные технологии обязательно помогут найти единомышленников и собратьев по интересам в любом уголке Земли. А порой случается, что такой единомышленник проживает на соседней улице, но найти друг друга у вас с ним получилось только сейчас. Так что не сдавайте сами себя в архив раньше времени и помните, качество вашей жизни, ее яркость и разнообразие зависят только от вас. Движение – это жизнь. Если следовать словам известной песни, осень жизни надо принимать с благодарностью. И это действительно так. Жизнь – бесценный дар, которым в молодые и зрелые годы человек иногда распоряжается весьма легкомысленно. Пока позволяет здоровье и организм полон сил, он не ограничивает себя в активности, порой подвергаясь чрезмерным нагрузкам и не задумываясь о том, чем это может быть чревато в будущем. Но все мы стареем, и постепенно бурная физическая активность сходит на нет. К сожалению, старение – разрушительный процесс, развивающийся с возрастом в результате нарастающего, повреждающего воздействия внешних факторов и ведущий к недостаточности физиологических функций организма, неизбежна. Вялость мышц – первый сигнал о его начале. Чтобы сохранить их тонус, необходима регулярная физическая нагрузка. Способов поддержания своего тела в хорошей физической форме великое множество, и в первую очередь это регулярные систематические упражнения. Теперь, когда вы вышли на пенсию, обратить более пристальное внимание на свое тело вам ничто не мешает. Наверняка в вашем городе есть бассейны и тренажерные залы, которые помогут вам сохранить свои суставы гибкими, а мышцы крепкими. Если же вы сельский житель и подобные специализированные учреждения спорта для вас недоступны, не расстраивайтесь. У вас есть множество преимуществ перед горожанами. Велосипедные прогулки по лесу, скандинавская ходьба или пробежки по просторам полей и лугов принесут не меньше пользы организму, чем гантели и беговая дорожка. Но не забывайте о своем возрасте, ведь некоторые виды физической активности могут не только утомить, но даже навредить здоровью. В этом разделе мы расскажем о том, как поддерживать свое тело в тонусе с удовольствием и, главное, безопасно. Итак, вперед! За здоровьем и долголетием! Здоровье и активность на долгие годы в ваших руках Конечно, став пенсионером, можно предаться бесконечному унынию, с горечью вспоминать молодые годы, когда вы были полны оптимизма и задора, и лишь меланхолично наблюдать, как постепенно пропадает всякое желание делать что-то полезное, бывать в гостях и принимать их. Да что там, выходить на улицу лишний раз не хочется. И тут вы вдруг осознаете, что и состояние собственного здоровья вас не особенно беспокоит, как, впрочем, и внешний вид. А когда вашей внучке наступает пора идти в первый класс, вы из-за боли в спине не в состоянии сопроводить ее на это торжественное мероприятие. Но это же совсем не про вас! Подобными кошмарами можно напугать лишь слабовольных и ленивых, а вы-то не из таких. Вы хорошо понимаете, что движение – это жизнь, и в буквальном, и в переносном смысле. И она, эта жизнь, еще будет наполнена множеством приятных моментов, если смотреть вперед, а не назад. И двигаться, придумывая себе всевозможные нагрузки, прогулки, мероприятия, тогда оптимальный вес, хорошая физическая форма, здоровое психоэмоциональное состояние вам обеспечены. Так что выход на пенсию – вовсе не приговор, а лишь очередной, причем очень увлекательный, наполненный приятными открытиями отрезок жизни. Скандинавская ходьба В последние годы все чаще на улицах городов встречаются пенсионеры, прогуливающиеся с двумя длинными палками в руках. Они занимаются относительно новым в нашей стране видом спорта – скандинавской ходьбой. В отличие от простой прогулки, ходьба с палками активизирует работу всех основных групп мышц. Такие тренировки укрепляют не только опорно-двигательный аппарат, но и иммунитет, повышают общую выносливость организма, благотворно влияют на работу сердца и способствуют увеличению полезного объема легких. Использование специальных палок при скандинавской ходьбе помогает снизить нагрузку на суставы, особенно на коленные и тазобедренные. Поэтому данный вид физической активности считается мягким и безопасным для пожилых людей с проблемами в суставах или с ограниченной подвижностью. Скандинавская ходьба требует согласованного движения рук и ног, что способствует улучшению координации и стимулирует вестибулярный аппарат. Также регулярные занятия ею помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, гипертония и инсульт, способствуют улучшению кровообращения, снижению артериального давления и укреплению сердечно-сосудистой системы. Скандинавская ходьба стимулирует обмен веществ и увеличивает сжигание калорий, что помогает контролировать свой вес и предотвращать развитие ожирения. Кроме того, она оказывает положительное влияние на психологическое благополучие пожилых людей, снижая стресс, тревогу, риск депрессии и вместе с тем улучшая настроение и повышая самооценку. Регулярная физическая активность, включая скандинавскую ходьбу, способствует улучшению качества сна у пожилых людей. Это связано с физической усталостью, снижением уровня стресса и более глубоким расслаблением в ночное время. Бассейн. Плавание в бассейне оказывает благотворное влияние на здоровье человека. За счет высокой плотности воды вес тела уменьшается, а это снижает нагрузку на суставы и позвоночник, что особенно важно для пожилых людей. Поэтому занятия в воде показаны людям, страдающим патологиями опорно-двигательной и костной систем. Даже сложные движения в бассейне не доставят дискомфорта, а нагрузка на суставы существенно снизится. Ходить в бассейн можно на свободное плавание, а можно выбрать специализированные занятия с тренером. Плавание и другие упражнения в воде помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость суставов и общую координацию движений. Регулярные занятия укрепляют сердце, повышают выносливость и способствуют нормализации кровяного давления. Плавание является отличной кардиотренировкой, которая помогает улучшить общую физическую форму и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Посещение бассейна также способствует поддержанию оптимального веса тела, поскольку физические упражнения в воде эффективно сжигают калории и улучшают обмен веществ. Наконец, вода и плавание дают расслабляющий эффект, способствуют снятию стресса и напряжения, помогая поднять настроение, снизить тревожность и улучшить качество сна. Вода создает определенные сопротивления, что требует большей активности мышц и суставов. Это помогает укрепить мышцы-стабилизаторы и улучшить координацию движений, что особенно важно для предотвращения падений и травм. Бассейн также предоставляет возможность пожилым людям общаться со сверстниками, заводя новые знакомства. Занятия в группе способствуют созданию поддерживающей и дружеской атмосферы, а также могут быть местом, где люди обмениваются опытом и советами по поддержанию и сохранению здоровья. Важно! Перед началом занятий в бассейне необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у пожилого человека есть определенные проблемы со здоровьем или медицинские ограничения. Также следует убедиться, что в бассейне соблюдаются условия безопасности и гигиенические нормы. В целом, занятия в бассейне – это приятный и эффективный способ поддержания физической активности и улучшения общего самочувствия пожилых людей. Аквааэробика предлагает безопасную и низконагруженную среду для физических упражнений, позволяет укрепить мышцы, улучшить гибкость суставов и чувство равновесия, а также снять стресс и расслабиться. Пребывание в бассейне 2-3 раза в неделю в среднем по 40 минут может значительно улучшить качество жизни пенсионеров. Время для занятий в бассейне лучше подбирать так, чтобы там было не слишком много людей. Занимайтесь через 1,5-2 часа после еды и не посещайте бассейн натощак. Перед плаванием необходимо сделать небольшую разминку с целью разогреть мышцы и подготовить их к нагрузке. Первые занятия должны быть непродолжительными, чтобы организм привыкал к нагрузкам постепенно. Не стоит сразу плавать на большие дистанции и выполнять долгие и сложные упражнения. При плохом самочувствии, появлении какого-либо дискомфорта, сразу же прекратите занятия. Внимательно следите за сигналами, посылаемыми организмом. Если вдруг стало плохо в воде, необходимо остановиться, найти опору и попросить о помощи. После такого случая следует получить консультацию врача. К сведению Преимущества регулярного плавания в пожилом возрасте Укрепление иммунитета Улучшение общего состояния при остеохондрозах Предотвращение заболеваний суставов Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Повышение тонуса мышц Повышение эластичности кожи Положительное влияние на нервную систему Ускорение обменных процессов в организме Упражнение с фитболом Занятия с фитболом гимнастическим мячом представляют собой эффективный вид физической активности для пожилых людей. Фитбол помогает укрепить мышцы, способствует улучшению гибкости, снимает мышечную зажатость. Так как мяч требует постоянного удержания равновесия, занятия с ним помогают улучшить координацию, что особенно важно, учитывая то, что падения могут привести к серьезным травмам у людей пенсионного возраста. Фитбол – форма аэробной тренировки, которая помогает также укрепить сердечно-сосудистую систему. Регулярные занятия способствуют снижению кровяного давления, улучшению кровообращения и общей кардиоваскулярной выносливости. В целом, занятия с фитболом дают отличную возможность для пожилых людей вести активный образ жизни, улучшать физическую форму и общее самочувствие. Они помогают укрепить мышцы, улучшить равновесие и координацию, повысить энергию и настроение, а также снизить риск падений. Важно подобрать программу занятий, соответствующую возрасту, состоянию здоровья и физическим возможностям пенсионеров. Перед началом занятий с фитболом рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний. Начинать следует с простых упражнений, постепенно увеличивая их интенсивность и сложность. Важно обращать внимание на правильную технику выполнения упражнений и избегать перегрузок. Занятия с фитболом можно проводить как индивидуально, так и в группе. Групповые занятия могут быть полезными еще и потому, что они способствуют социальной активности, общению и мотивации. Для достижения наилучшего результата составлять комплекс упражнений с фитболом следует так, чтобы общая продолжительность занятия была около 30 минут. Каждое упражнение следует повторять по 10-15 раз за 3-5 подходов. Можно выстроить тренировку по круговому принципу или включить в нее несколько силовых элементов, кардионагрузки и так далее. Заниматься с мячом можно в нескольких положениях, сидя на нем или лежа. Чем жестче будет фитбол, тем выше нагрузка на мышцы. Соответственно, на мягком мяче нагрузка будет минимальной. Такие изделия используются больше для релаксации. Современные фитболы способны выдерживать нагрузку до 300 килограммов. Они отличаются по размерам, жесткости, текстуре. Диаметр мяча подбирается индивидуально, исходя из возраста, роста и целей тренировки. Он варьируется от 45 до 95 сантиметров. При росте 150-165 сантиметров подойдет мяч диаметром 55 сантиметров. Если же ваш рост 165-180 сантиметров, выбирайте фитбол размером 65 сантиметров. Определить, подходит ли мяч по размеру, несложно. Для этого надо сесть на фитбол и соединить ноги, согнув их в коленях. Если угол в коленном суставе составляет 90-110 градусов, диаметр оптимальный. На правильно подобранном мяче бедра будут параллельны полу. Внимание! При выборе фитбола предпочтение лучше отдавать мячам, выполненным из материала повышенной прочности по технологии антивзрыв. Они выдерживают большой вес и не лопаются при случайном проколе. Воздух просто постепенно выходит через появившееся отверстие. Танцы. Возраст не является препятствием для занятий танцами. Они, наоборот, могут принести много пользы пожилым людям. Танцы помогают улучшить координацию движений, укрепить мышечный корсет и улучшить гибкость суставов. Они способствуют улучшению памяти, внимания и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Танцы нагружают все группы мышц и стимулируют работу всех органов, не перегружают организм, поэтому показаны для людей всех возрастов. Танцевальные занятия также могут стать отличным способом знакомства с новыми людьми и расширения социальных контактов.